Девушки отдыхают Вершающий цитирует апостола Павла из первого послания к Тимофею «Жена спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Действительно, мужа не сказано. Но как отец восьмерых детей, я вам могу сказать, что я надеюсь, что я тоже спасаюсь, и остальные отцы спасаются через чадородие. Потому что важно не только родить ребенка, а важно уметь обрести радость и счастье в отказе от себя прежнего, себе принадлежавшего, и посвятить себя ребенку. Очень большую часть своей жизни, большую часть ресурсов, усилий, времени, сердца своего отдать ему. А преодоление самости и гордыни, вот эта жертвенная любовь к другому во образ Христа, любовь отдающая, она и спасает человека, она и делает его Христовым. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Неужели она не относится к семье? Конечно, относится. И вот эта любовь, она и спасает человеческую душу. А эта любовь предполагает бессонные ночи, отказ от прошлого режима выходных, отказ от, может быть, желанных и привычных встреч с друзьями, игры в футбол или еще чего-то. Но ты растешь, взрослеешь, и вот это и есть твоя ответственность. Если говорить, как распределяется ответственность, то ответственны оба, и отец и мать за детей. Но отец более ответственен за мать, чем мать за отца, потому что отец — глава семьи. И, как в Священном Писании сказано, «Жены, повинуйтесь своим мужьям во всем, якоже Господу». И этого никто не может отменить. Но сейчас, когда смешиваются все так называемые гендерные роли, и внешняя семья для христианской семьи уже не несет в себе вот этих архаических, понятных и привычных таких структурных каких-то навыков, когда мы, вступая в брак, женщина не понимает, почему она должна слушаться. Вот это все стало еще более творческой задачей. Вот тебя никто не заставляет слушаться, у мужа нету, и, слава Богу, никаких ресурсов принуждения, и не должно быть никакого насилия в христианской любви. Но все равно мы должны создать эту семью. И вот тогда вопрос о том, в каком процентном соотношении распределяется ответственность за детей, он становится бессмысленным. Просто когда ты любишь, ты счастлив, когда ты отдаешь. Блажение отдавать, чем принимать. Этот вопрос не звучит. Если твой ребенок, например, вырос, женился и уехал жить в другое место, ты был бы счастлив вернуть то время, когда он был с тобой. Ну, если для этого не надо разрушить семью. А теперь ты видишь его редко. Вот пройдет время, ребенок вырастет, и ты будешь тосковать по нему. Цени каждые полчаса, которые ты с ним можешь провести. Сколько ты в любви в него вложишь, столько тебе от него вернется. Поэтому я, например, не хотел бы говорить только об обязанности. Это дар Божий, это счастье. Отдавать свою жизнь тем, кто только тебя любит и кого любишь ты. Поэтому ответственность, она на всех. Наверное, формально она больше на мужа. Но в любви такой вопрос, мне кажется, вообще не имеет смысла ставить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok